С 1 октября начали подтапливать больничные помещения. Котельное оборудование по всем параметрам готово к подаче тепла. Однако в любой момент могут произойти сбои. По словам Владимира Константинова, помещение находится в аварийном состоянии. Задняя стена здания пришла в негодность и может обрушиться в самое неподходящее время. Внутрь помещения попадает дождь, протекает насквозь. По этой стенке, я вам уже показывал, по этой стенке протекает с внутренней стороны вода, что может провести к аварии автоматики или замыканию электропроводки, электричества. Защищаем как можем от дождей, клюемку поставить, сюда жесть поставить, чтобы автоматика, там провода кабеля. Вот шесть двигателей, жестью защищаем. По стене, прямо полностью по стене течет вода. Отдельные плиты потеряли прочность, держатся на арматуре. Автоматика прикрыта жестью и клеенкой. Стены мокрые, от дождей. В кабинете оператора запах плесени. Оператор обращался во все соответствующие инстанции, обещали, но не сделали. Под одной крышей с котельной соседствует токарная мастерская. Условия те же. По стенам сочится вода, под станком лужа. Работать становится небезопасно. Вот наверху видно, как течет вода. Где побелина, чисто, там не текло, а здесь течет прямо на этот станок. Котельная на территории Чедерлунской больницы отапливает помещение общей площадью более 15 тысяч квадратных метров, в числе которых административные кабинеты и более шести отделений больницы. Примерная стоимость ремонта здания может составить около 220 тысяч лей. Ответственные лица комментировать ситуацию отказались.